И в преддверии Нового года губернатор Тверской области Игорь Уденя встретился с представителями гражданского общества Верхневолжья. На встрече обсуждались итоги совместной работы в 2022 году, а также для присутствующих состоялся праздничный концерт. Среди почетных гостей мероприятия участники специальной военной операции, семьи мобилизованных, волонтеры, волонтеры-медики, военные и другие представители общественности. Тему продолжит наш корреспондент. На пороге 2023 года глава региона провел предновогоднюю встречу с жителями Тверской области, для которых 2022-й стал годом больших событий. Не случайно в центре внимания участники специальной военной операции, начавшейся в феврале, и семьи мобилизованных. Среди приглашенных на мероприятие гостей матери и супруги защитников родины. Женщины отметили повышенное внимание и поддержку на всех уровнях. Очень приятно, что пригласили на такое мероприятие побывать среди таких же, как я, семей мобилизованных, жен, матерей, пообщаться, может быть, с ними, поделиться опытом. Поддержка это сделали бесплатный детский сад. Приглашают на елки, даже предложили нам Деда Мороза, бесплатного волонтера прийти домой. История у всех похожа. Пришла повестка и на защиту родины. Дома все волнуются и ждут с победой, рассказывает Анастасия Кротова из Ржева. Также женщина подчеркнула, что семья не осталась без поддержки региона. Помощь хорошая. Ребенок у меня ездил тоже в Тверь. Ей понравилось очень представление. Все довольное приехало. Мам подарок хороший. Ну а так муж, мы иногда созваниваемся с ним. Все хорошо. Помощь есть, выплаты есть. Почетными гостями встречи стали фронтовики и ветераны, герои труда, военнослужащие, участники специальной военной операции. Постоянной боевой готовности и в том штате, и в том количестве, в боевом численном составе, в котором мы находимся и в мирное время, мы также принимаем участие во всех миротворческих операциях и в текущей ситуации. Среди приглашенных гостей президент медиахолдинга Тверской проспект Игорь Ялышев, ученые, волонтеры-медики, которые несколько раз ездили добровольцами в Донецкие и Луганские больницы оказывать помощь местному населению и раненым. В третьей поездке провел свой декабрьский отпуск и хирург из областной больницы Степан Шенкарев. С ним ездила целая команда врачей. Необходимость просто помощи, там нехватка рук врачей. Были звонки, просьба о помощи, мы поехали, собрались и поехали. Там нас нуждаются, зовут. Ну как не помочь своим, я не знаю. Губернатор поблагодарил всех военнослужащих коллектива предприятий, наладивших выпуск продукции для нужд армии. 22-й год вошел в историю как рубеж новой исторической эпохи. Президент Российской Федерации подчеркнул, что главная цель нашей страны – это объединение русского народа, защита интересов нашего государства и его граждан. Наше единство, безоговорочная поддержка главы государства – это залог уверенности в том, что победа будет за нами. Убежден, что 23-й год станет годом продолжения уверенных побед нашей страны. Особой гостью праздничного концерта представители поколения победителей Великой Отечественной войны. Ветеран Иван Кладкевич также присоединился к поздравлениям. Поздравляю с наступающим Новым годом всем нашим защитникам, которые охраняют традицию в нашей Российской Федерации, чтобы они вернулись живыми и здоровыми, чтобы граница была, как говорится, наша на замке. Глава региона подчеркнул, что войны России достойно продолжают победные традиции поколения героев. Также губернатор отметил, что в сложившихся экономических условиях в Верхневолжье продолжают работу практически все ключевые предприятия. А также приходят новые современные компании. А в 2023 году также предстоит большая плодотворная работа.